Шестой пункт это то, что вы бы не придумали, вы должны тестировать, потому что то, что мы порой думаем, что вот эта акция будет интересна клиенту, или вот это направление будет очень здоровское и стоит туда вкладывать деньги, или, допустим, название услуги будет именно вот такое классное. Нет, то, что мы думаем, часто расходится с истиной. Допустим, многие названия, которые у нас есть на сайте, которые мы проекты запускаем, как мы называем свои брошюры и так далее, мы тестируем на целевой аудитории, мы делаем какие-то социологические опросы простенькие, даже друзьям ВКонтакте, кто зарегистрирован ВКонтакте или Фейсбуке, скидывайте 10 вариантов и спрашивайте, слушайте, какой нравится. И вот вы 40 человек спросите, и самое интересное, ну, они ответят, и самое интересное, что то, как вы думали изначально, вот оно с общественным мнением, часто, не состыковывается. То есть ваши друзья, знакомые приблизительно, целевая аудитория, они выбирают там плюс-минус как-то кучкуется возле там двух-трех вариантов, и эти варианты вообще не были вашими любимыми. То есть вам кажется, вот, тут креативно, вот, тут классно, я такой замечательный, я здесь вложился душой и перед сном думал об этом названии. Да, целевая аудитория выбрала то, что, ну, не к этому относится. Один из тоже простеньких совсем вариантов тестировать, это Wordstat, вот такие вот программы, Яндекс и Wordstat, да, где целевые запросы тестируются. Вы можете набирать любые слова и смотреть, сколько человек делает такие, как сказать, запросы в месяц, да, и если это какое-то общее принятое простое слово, да, или формулировка, или название продукта, то вы можете посмотреть там, сколько людей в месяц набирает и сравнить просто цифры на чужих, на статистике Яндекса.